всем привет меня зовут евгений киселев и вы сейчас на моем youtube канале почему страны балтии выступают в роли паровоза в процессе оказания военной и экономической помощи украине это к визиту президента украины владимира зеленского в литву эстонию и латвию нетривиальная задача как убедить западного избирателя особенно в тех странах европы и америки которые никогда в жизни не сталкивались советской агрессии советской оккупации в том что путинский режим являет экзистенциальную угрозу для существования западного обывателя не меньшую угрозу чем скажем наплыв мигрантов из стран ближнего востока или рост цен на энергоносители можно ли было предвидеть нынешний кризис инфраструктуры жкх случившийся в россии этой непривычно холодной зимой эти и другие темы мы обсудили с моей украинской коллегой аленой кирик на популярном youtube канале сейчас прежде чем показать вам этот разговор и на моем канале я хотел бы напомнить пожалуйста если вы еще не подписаны на канал евгений киселев пожалуйста подпишитесь прямо сейчас поддержите это видео лайками вопросами комментариями ну и посмотрите пожалуйста мой разговор с моей украинской коллегой евгений алексеевич рада вас приветствовать и рада видеть вас на нашем стриме и я тоже вас витаю привет всем нашим зрителям спасибо что в очередной раз решили составить мне компанию ну а начнем пожалуй мы с новостей дня сегодняшнего президент зеленский сегодня посещает эстонию перед этим он с не анонсированным визитом прибыл в литву как заявлено в собственно говоря плане да вот что будет обсуждать каковы главные темы этих визитов в страны балтии президента зеленского темами для обсуждения есть безопасность интеграция в ес и нато и сотрудничество в сфере рэп дронов и дальнейшая координации европейской поддержки скажите пожалуйста страны балтии в принципе могут стать тем локомотивом сейчас который будет вот тему поддержки украины усиления поддержки украины экономическая военная сейчас продвигать вы знаете я считаю что сейчас страны балтии уже в некотором смысле стали локомотивом поддержки украины даже не сейчас я бы сказал что еще во времена президентства ющенко и даже обратите внимание несмотря на все что мы знаем и помним о периоде президентства виктора януковича литва латвия эстония особенно литва выступали за то чтобы всячески поддерживать малейшие проявления евроинтеграционных устремлений в политике украины я отлично помню как просто на каждом углу к этому призывал тогдашний посол литвы в украине патрос вайтек у нас один из ветеранов борьбы за независимость в литве один из немногих доживших до нашего дня подписантов декларации о восстановлении независимости республики который был не только послом в украине он занимал также и пост министра иностранных дел литвы одно время и вот это один из людей которые просто что называется пол жизни положили за последние десятилетия на то чтобы всячески помочь украине в ее внешнеполитическом и я бы сказал цивилизационном выборе посмотрите на эстонию ведь эстония до недавнего времени вот не буду сейчас врать могу ошибиться но до недавнего времени эстония была на первом месте по такому показателю как соотношение объема помощи украине и валова внутреннего продукта ввп страны на первом месте и это обо многом говорит понимаете ведь не мною придумано чем ближе к границам российской федерации чем трагический более опыт у народов стран которые когда-то находились в сфере российского влияния в сфере сави влияния советского коммунистического режима и тем более те страны которые утратили независимость в 1940 году когда латвия литва и эстония были фактически аннексированы советским союзом чем больше этот трагический опыт и чем ближе повторяю границам нынешней россии которая пытается реинкарнировать себя как советский союз в новой итерации тем яснее там понимают рядовые граждане что россия действительно являет собой экзистенциональную угрозу существованию этих стран как независимых суверенных государств то о чем владимир зеленский сказал своем интервью для журнала экономист в самом начале этого года опубликовано о том что если запад позволит украине проиграть войну россии то дальше перед ним встанет вопрос не сколько денег тратить а встанет задача жертвовать своими людьми будет вопрос не о том сколько денег будет израсходовано будет вопрос стоять о том сколько будет потеряно своих солдат какие будут жертвы разрушения и вот в эстонии латвии и литве это все прекрасно понимают не случайно во время визита вот этого нынешнего визита зеленского в эстонию прозвучала такая несколько парадоксальная может быть фраза о том что ну вот почему до сих пор президент украины не приезжал в эстонию потому что ну все таки да визит и в эстонии в литву и в латвию это в некотором смысле жест благодарности со стороны президента украины за ту помощь которую эти страны их народы оказывают украинскому народу не надо эти народы убеждать в том что надо помогать украине не нужно эти народы убеждать в том что россия являет собой вот эту самую угрозу существования этих стран как независимых государств каждый визит президента зеленского безусловно направлен еще и на то чтобы убедить избирателей в этих странах чтобы они поддерживали курс своих правительств на оказание помощи украине ведь на самом деле политические элиты в большинстве стран европы и в америке и в канаде и в японии прекрасно понимают что да действительно россия представляет собой эту самую экзистенциальную угрозу но что касается рядовых избирателей увы далеко не везде и не все они понимают что такая угроза существует тем более что знаете я об этом уже говорил и хочу повторить существует определенный парадокс чем больше успехов у в ссу в отражении российской агрессии тем парадоксальным образом ослабевает боязнь россии в этих самых странах ну то есть обыватель смотрит на карту боевых действий смотрит что российские войска не могут продвинуться там на несколько километров всего-навсего где-нибудь там в районе авдеевки условно или где-то если им удается отодвинуть дальше на запад вот эту самую нулевую линию то все равно речь идет там о нескольких ста метрах или километре двух-трех ну после этого западный обыватель что себе думает ну слушайте ну если если они не могут какой-то маленький городок взять уже заваленные трупами своих солдат превращенные в руины то какая может быть этой армии угроза нам находящимся за тысячи километров от фронта и вот в этом существует определенный парадокс потому что мы не всегда задумываемся над тем что озлобленный враг может пойти на какие-то гораздо более страшные меры для того чтобы попытаться взять вверх в этой войне и кстати я должен сказать я не хочу никого пугать но посмотрите очень многие военные эксперты говорят о том что мы честно говоря ожидали что после тех поражений которые агрессор потерпел в двадцать втором году когда пришлось отходить от киева когда были взяты назад значительные территории практически освобождена почти вся харьковская область от оккупации и другие прилегающие к ней районы украины когда был обратно отвоеван херсон после этого многие эксперты боялись всерьез что россия может применить оружие массового поражения на это путин не пошел но кто сказал что он не пойдет на это дальше кто сказал евгений алексеевич тогда доронус кажется летала в москву и было ли это сдерживающим фактором и было ли сдерживающим фактором индия на рандомоде тогда отказался встречаться с путиным ну и плюс фактор китая для которого тоже ядерное оружие но не приятно все так все так но это было тогда а что будет сейчас понимаете в какой-то момент путин может с этими людьми не посчитаться помните загнанный в угол зверь он сам об этом когда-то говорил на примере крысы да вот крыса загнанные в угол может оказаться в любой момент страшным зверем знаете было время когда путин считался с позиции соединенных штатов америки когда он считался с позиции великобритании когда он считался с позиции некоторых других европейских стран сейчас как мы видите как вы видите он находится в состоянии конфронтации и не воспринимает никаких предупреждений никакой критики оттуда с запада сейчас вроде бы он считается с позиции китая а вдруг загнанный зверь перестанет считаться из позиции китая мы не понимаем как устроено каким иррациональным на самом деле образом как мне кажется устроено там то что у него осталось в голове но с позиции рациональный ему нужно было давно уже об этом кстати многие эксперты говорят сейчас особенно те кто предполагают что ресурсы путина не так уж безграничны казалось бы ему надо искать выход из ситуации в которые попала россия находящаяся почти в полной дипломатической изоляции которая даже у которой даже вот эти расчеты на помощь китае не сбылись потому что смотрите китайцы не намерены помогать путину в тех масштабах в которых он рассчитывал никаких прямых поставок а руками северной кореи китай разве не помогает сейчас ой вы знаете я бы не преувеличивал влияние китая на северную корею я думаю что решение о поставках отдельных видов оружия прежде всего вот нашумевшая история про то что аналоги баллистических ракет эскандер стали поступать на вооружение российской армии от северной кореи я думаю что эти решения принимали в пхеньяне было бы ошибкой я абсолютно убежден изображать кима как абсолютную пекинскую марионетку это было бы неправильно некоторые решения как я понимаю он принимает ну скажем так вопреки порой вопреки позиции китайского руководства все-таки давайте не будем изображать вы знаете это есть та же самая история про то как мы в некотором смысле под словом мы я имею в там сотрудников средств массовой информации журналистов и украинских и там оппозиционно настроенных российских и журналистов там из третьих стран мы немножечко особенно там в второй половине 22 года когда в ссу стали сопутствовать успехи создали вот этот вот эффект потом не оправдавшихся ожиданий и увы на мой взгляд была ошибка изображать в карикатурных красках российскую оккупационную армию как полупьяный сброд который не умеет воевать и которые вот сейчас вот 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 разбежится сожалению не разбежался и немножко научился воевать может быть не так как путину бы хотелось да но я согласен с теми украинскими солдатами и офицерами я вижу уже появились в соцсетях такого рода выступления которые просто прямым текстом говорят послушайте там прекратите нашего противника изображать как какой-то сброд это даже оскорбительно по отношению к нам защитникам украины потому что мы воюем с опасным до зубов вооруженным противником который мотивирован по-своему защитники украины мотивированы защищать независимость свободу своей страны и чувство попранного национального достоинства попранного российскими оккупантами российскими агрессорами а у тех другая мотивация но она тоже есть они за деньги воюют к примеру это закон войны вот об этом не нужно забывать это 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 закон войны я имею ввиду законом войны является то что очень часто когда армия вступает боевые действия она начинает воевать вопреки представлением о добре и зле вопреки о том что на наш взгляд кажется там хорошим а что плохим бывает что знаете вот гитлеровские армии воевали несмотря ни на что несмотря на союзнические бомбардировки немецких городов дрезден гамбург стерли с лица земли берлин был наполовину разбомблен практически до основания а вермахт сопротивлялся практически до того момента когда берлин пал только падение берлина заставила немцев прекратить вооруженное сопротивление и не то и не и да и даже кое-где она и после падения берлина продолжалось капитуляция была подписана а еще шли бои за прагу давайте вот об этом не будем забывать что как бы это не казалось чудовищным аморальным преступным но российские солдаты и офицеры продолжают воевать на фронтах вот этой неправедной преступной войны против украины вот это вот это вот это об этом не стоит забывать вот мне так кажется а президента зеленского я мы немножко сбились я хотел вернуться кто и мысль о которой я высказал что у президента зеленского конечно перед ним стоит нетривиальная бы сказал задача убедить не столько даже элиты сколько общественное мнение во многих странах европы и америки в том что не следует преуменьшать масштаб вот этой самой экзистенциальной угрозы которые сходятся со стороны россии но повторяю наличие этой угрозы ощущают лучше в тех странах которые прошлом пережили российскую оккупацию либо пережили растянувшиеся на десятилетия после второй мировой войны период политического подчинения я бы сказал так политическая оккупация ну вот смотрите там возьмите любую страну бывшую гдр возьмите польшу возьмите венгрию возьмите чехию и словакию которые раньше были одной страной чехословакии венгрии чехословакии вообще пережили еще события 56 и 68 году которые там были отдельные драмой если не сказать трагедии для народов этих стран по сути дела во всех этих странах находились оккупационные российские войска правда они были размещены на военных базах они там улицы польских чешских венгерских румынских болгарских городов не патрулировали но военное присутствие советского союза там было на протяжении повторяю десятилетий и кроме того у власти находились коммунистические партии которые по сути дела являлись вассалами москвы народы этих стран прекрасно понимают что это может не дай бог повторится с французами с западными немцами с итальянцами испанцами британцами чуточку сложнее там надо доказывать а вот финнам допустим доказывать не нужно посмотрите как они быстро приняли решение вступить в нато как только почувствовали что военная угроза с востока является абсолютно реальной да и шведы вот я думаю скоро тоже вступит да как нибудь уж договорятся там с эрдоганом и снимет он свои возражения против членства швеции в нато вопрос времени об экзистенциальных угрозах и хочу вас просить насколько острая такая фаза предвыборной борьбы сейчас соединенных штатах может знаете как бы отодвинуть эти экзистенциальные угрозы на второй план если речь идет о нато эти клоны трампа уже говорят о том что сша выйти могут из нато демократии они осознают что уже фактически да вот такой зла она сформировалась военный альянс россия иран северная корея это действительно угроза сейчас всему цивилизованному миру но давайте опять-таки не будем сгущать краски возможности северной кореи возможности ирана все-таки весьма ограничены не будем забывать что эти страны тоже находятся как россии в военной изоляции и их экономические технологические и прочие возможности весьма и весьма ограничен но у них есть оружие которым они угрожают нет подождите у ирана пока нет ядерного это не так там да не доказано но северная корея угрожает соединенным штатам ну у северной кореи возможно имеется несколько ядерных зарядов возможно но у них нет пока что серьезных средств доставки обратите внимание что появилась информация почему северные корейцы решили продать какое-то количество ракет среднего радиуса действия россии потому что они рассчитывают таким образом эти ракеты испытать эти ракеты якобы имеют возможность нести ядерные головки опять-таки давайте не будем преувеличивать возможности северной кореи для того чтобы являть собою действительную угрозу соединенным штатам у них должны находиться на вооружении баллистические межконтинентальные ракеты дальнего радиуса действия кроме того эти ракеты должны обладать возможностью преодолевать американскую противоракетную оборону что тоже задача технологически едва ли осуществимые для военно-промышленного комплекса северной кореи сказав ты это я все-таки полагаю что самое главное это развитие предвыборной борьбы в соединенных штатах я бы предостерег от панических предсказаний что вот сейчас трамп непременно выиграет и как только он вернется в белый дом то он начнет сворачивать помощь украине он начнет процесс выхода из нато и нет поймите в отличие от россии президент соединенных штатов не является де-факто ничем не ограниченным абсолютным монархом вот в россии по сути дела путин абсолютный монарх в россии по сути дела реставрировано самодержавие в россии разрушена система сдержек и противовесов и все решает по сути дела один человек в соединенных штатов ничего подобного не существует там все таки существует влиятельные политические силы составляющие так называемый американский эстеблишмент там существуют многочисленные группы интересов там существует вот эта пресловутая система сдержек и противовесов которая прекрасно работала во время первого срока пребывания трампа у власти политическая элита соединенных штатов имеет возможности имеет механизмы влиять на курс того или иного президента какой бы популярный какой бы успешный не был хозяин белого дома тем не менее ему приходится считаться и с этими группами интересов и с тем что существуют другие центры силы другие центры влияния другие центры власти давайте не будем забывать что колоссальное значение имеет позиция региональных властей губернаторов например крупных штатов с которыми тоже приходится соединенным штатам в соединенных штатах федеральной власти так называемой считаться да какая-нибудь калифорния это по сути дела государство в государстве с количеством жителей и бюджетом сопоставимым со средней европейской даже крупной европейской страной я не хочу углубляться сейчас в эту материю но я абсолютно уверен что надо делать проводить серьезные различия между тем что заявляет трамп и что будет на самом деле даже если он победит плюс смотрите все таки есть одна большая трудность для трампа а именно у него очень высокий антирейтинг да он фаворит да он сейчас опережает всех других конкурентов претендующих на то чтобы выдвинуться в качестве кандидатов президента от республиканской партии но у него с очень высокий антирейтинг повторяю на мой взгляд слишком много избирателей есть соединенных штатов которые не готовы за него голосовать который проголосует за кого угодно только не за трампа поэтому я весьма скептически смотрю на прогнозы тех поклонников трампа которые говорят что все наш возвращается в белый дом в это предрешено и давайте еще не будем забывать о том что я не раз это говорил и уже повторю еще раз повторю вот пока в некой виртуальной реальности существуют те многочисленные дела которые возбуждены против трампа их четыре строго говоря ну вот как минимум два из них очень серьезные я имею ввиду дело о событиях 6 января которые некоторые трактуют как попытку государственного переворота как попытку свержения или скажем так как минимум вмешательства в нормальное функционирование законных властей нарушение законных конституционных процедур и второе дело это попытка сфальсифицировать выборы в джорджии причем тоже имеется весьма серьезные доказательства или скажем так улики против трампа к чему это приведет я не знаю вот когда из виртуальной сферы эти события переместятся в реальную сферу когда вот уже начнутся судебные слушания когда трамп окажется на скамье подсудимых когда будут допрашивать его будут допрашивать свидетелей я совершенно не уверен в том что общественное мнение в соединенных штатах на это не отреагирует и не качнется в противоположную сторону да безусловно есть твердокаменные сторонники трампа есть твердокаменные поклонники трампа которые будут говорить что это все заговор с целью не допустить его до переизбрания президентом сашаны на новый срок но очень многие люди как мне кажется в америке для которых вот это вот преследование трампа это типа какая-то сказка который им пытаются что называется втереть демократически настроенные я имею ввиду настроенные в поддержку демократической партии средства массовой информации и они вообще не верят в то что до суда дело дойдет но если дело дойдет до суда если будут звучать уже под присягой данные свидетельские показания если трампу придется давать показания под присягой то очень многие из этих людей задумаются они скажут получается что у нас кандидат в президенты действительно совершал уголовно наказуемое преступление не так 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 дело дальше не пойдет мы не знаем как на самом деле будет реагировать сегодняшнее американское общество я я думаю что все-таки часть этого общества если я подчеркиваю если не исключено что эти процессы могут быть тем или иным способом отложены до окончания выборов такие сценарии тоже предусматриваются людьми которые делают прогнозы не исключают того что включатся какие-то правовые политические механизмы в результате чего слушание на этих процессах будут либо перенесены либо растянуты по времени вокруг этого ведется большая борьба но если этого не произойдет то бог его знает как будет реагировать именно на события в залах суда американское общественное мнение поэтому не будем торопиться с прогнозами и повторяю даже если трамп в итоге победит на этих выборах и вернется в белый дом система сдержек и противовесов которые объективно существуют соединенных штатах может весьма и весьма сильно скорректировать то что будет происходить в американской политике в реальной жизни вспомните трамп очень много говорил всего разного но при этом у него были люди в окружении которые теме или иными способами им доступными законными способами корректировали его решение корректировали курс белого дома в более я бы сказал рациональную сторону несмотря на его ну смотрите вот он очень хотел дружить с путиным да и даже там чуть ли не целовался с ним однажды когда они встречались единственный раз хельсинки но объективно отношения между соединенными штатами и россии за годы президентства трампа ухудшились осложнились россия потеряла очень многое на американском направлении и произошло много разных событий которые ну вот никак нельзя трактовать как результат позитивного отношения трампа к владимиру путина евгений алексеевич еще одна тема которую с вами хочу обсудить особенно вот в разрезе этих сейчас предвыборных гастролей путина это вот черный лебедь его я думаю вы множество вопросов получали от журналистов начиная с 2022 года будет ли этот черный лебедь в россии вот что это будет будет ли бунт внутри что мы наблюдаем сейчас коммунальные катастрофы в разных регионах выходят из строя система отопления тепло не поступает власть на места да и центральная власть кажется от этого дистанцируется очевидным становится что вместо того чтобы ремонтировать инфраструктуру все средства кремль пускает на войну очевидно ли это будет россиянам и вот сейчас это череда катастроф может ли стать основой каких-то негодование какого-то социального взрыва и может ли стать тем черным лебедям которые сейчас вот там в этих всех своих предвыборных турне и предвыборных гастролях путин может проморгать ну послушайте вы знаете что касается предвыборных гастролей путина то я бы не преувеличивал их значение смотрите всякие выборы это еще и грандиозная кормушка для людей которые профессионально занимаются разного рода политическими проектами политическими компаниями для всевозможных там спин докторов политтехнологов и прочих товарищей которые зарабатывают осваивают что называется грандиозные предвыборные бюджеты это самодавляющая такая машина которая сама себя воспроизводит если угодно и которая в том числе там может весьма убедительно доказывать владимиру путиным что ему там непременно обязательно надо куда-то съездить где-то появиться где-то выступить хотя возможно совершенно это никакого влияния не имеет на результат предстоящего голосования в конце концов это не выборы это будет чистое театрализованное представление чистая инсценировка элочка людоедка панфилова как я ее люблю называть нарисует вместе со своим центроизбиркома какие угодно цифры вот проголосует там меньше половины избирателей они могут нарисовать чтобы проголосовало больше они могут показать там любую явку любой результат то есть это все будет гарантированным образом сфальсифицировано причем сфальсифицировано ну нагло и бесстыдно и найдутся специалисты которые умеют оценивать результаты выборов по определенным там математическим моделям которые которые убедительно там с научной точностью докажут что такого быть не может что вот не бывает так что вот в одной и той же местности на одной и той же избирательной территории рядом на соседних участках могут быть такие различия в результатах голосования потому что вбрасывать бюллетени невозможно вам любой специалист подробно объяснить и расскажет но вот невозможно осуществлять этот вброс ровным слоем размазывая его по всей территории страны непременно всегда случаются вбросы на тех избирательных участках или там в тех регионах где эта система фальсификации уже налажена то называется хорошо смазанная и отрегулированная а есть достаточно быть одному члену избирательной комиссии более или менее совестливу и может быть не так пропутински настроенному как все остальные уже такой избирательный участок воспринимается организаторами фальсификации как зона риска и в результате они туда не идут не вмешиваются ни во что ничего не вбрасывают и это сразу отражается на математических графиках где фиксируется голосование там и тут и вот эти различия будут показывать на то что фальсификации действительно имели место но политически для диктатора это все как с гуся вода чтобы там не говорил какой-нибудь условный шпилькин есть такой сергей шпилькин как раз в россии весьма авторитетно известный в соответствующих кругах специалист который как раз вооружившись этими моделями математическими уже не раз доказывал наличие серьезных фальсификаций все равно в кремле на это плевали путина в очередной раз там провозгласят президентом страны а что касается черных лебедей найти самый большой черный лебедь который пролетел над россией это украина это украинский народ который оказал в начале войны еще в феврале 2022 года неожиданное упорное мощное сопротивление который отбросил российские войска от киева который нанес путину целый ряд серьезных поражений грубо говоря сам путин стал своим черным лебедем когда вмешался когда влез в эту войну когда он начал агрессию против россии он против украины простите он потому что искренне предполагал что можно победить украину и за три дня россии дойдет до киева и возьмет украинскую столицу этого не случилось и все после этого уже путин обречен на то что он войдет в историю как военный преступник даже если там дело не дойдет до международного суда даже если ему не не понадобится сидеть на скамье подсудимых в гааге все равно он обречен на то чтобы войти в историю как как военный преступник как человек развязавший в европе самую страшную самую большую войну после второй мировой а что может вызвать протесты вы знаете для меня вот эти события которые мы сейчас наблюдаем в россии я ждал их давно рано или поздно это должно было случиться вот вы знаете еще в двухтысячном году михаил ходорковский который сейчас является одним из признанных лидеров российской политической эмиграции российской оппозиции тогда он еще был всего-навсего там крупным бизнесменом главным акционером крупнейшей российской частной нефтяной компании юкос его неприятностей его переход в оппозицию его тюремное заключение все что с ним дальше случилось все это было впереди тем не менее вот я помню что из-под его пера вышла большая интересная доказательная статья опубликованная в газете коммерсант где он рассказывала крупнейшие на его взгляд предстоящей проблеме российской экономики российского общества это износ основных фондов износ вот тех самых труб которые сейчас прорываются образно говоря что это должно было рано или поздно случиться я думаю что этот процесс оттянулся на многие годы то есть это могло случиться и раньше но процесс оттянулся на многие годы в связи с масштабной деиндустриализации россии то есть очень многие структура российской экономики стала меняться россия отказалась от многих амбициозных проектов в области скажем так строительства разного рода заводов фабрик индустриальных систем и в связи с тем что вот это вот возрождение российской новой индустрии не произошло что российская экономика пошла иным путем делая ставку в основном на прям ну то есть как то есть можно было вкладывать деньги в развитие собственных передовых отраслей промышленности и кто-то с этого иметь будущем а россия пошла путем зарабатывание денег на наращивание экспорта углеводородов на высоких ценах на нефть на газ и прочее 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 и в результате нагрузка вот на эти самые инфраструктуры которые были созданы еще в далекие советские времена оказалось не такой большой как можно было ожидать и это в некотором смысле оттянуло нынешний период кризиса а вот в раз ударила необычно холодная зима ударили необычные по силе морозы которых давно я смотрю там минус 25 в москве когда это было минус 25 последний раз я и богу знаете из далекого детства помню картинки заснеженной москвы сугроб больших на улицах и вот этих вот самых бесконечных долгих морозов по минус 20 минус 25 вот они пришли вот они наступили вот теперь целые города в подмосковье сидят без отопления без горячей воды и бог его знает как на это сейчас реагирует народ я не в россии давно не в россии мне трудно судить о тех настроениях которые бывают разлиты только в воздухе которые даже что называется на бумаге не отпечатываются но мы помним что очень часто прошлом в истории россии какие-то необычные события бывали спровоцированы казалось бы маленькой искоркой сейчас случится я права не знаю вот вы понимаете хлебные бунты которые привели к падению монархии в семнадцатом году они же были не от того что отсутствовал хлеб вообще нет пожалуйста можно было пойти в любую булочную и купить дорогой хлеб но не оказалось революционной искрой стало отсутствие в течение нескольких дней всего дешевого самого низкого качества хлеба который малоимущим слоям раздавали по карточкам и все и трехсотлетняя монархия рухнула и вот вы понимаете никто не ожидал то неудачные неудачная попытка военного мятежа путча которая случилась в августе девяносто первого года придет приведет к тому что все здание российской тогдашней советской простите советской тогдашней власти возьмет и разрушится однако же неожиданно все это развалило как карточный домик просто как карточный домик в течение нескольких дней вот была власть кпсс и вся вышла и советский союз раз вот я вы знаете я вам честно скажу что даже когда в девяносто первом году путь чисто проиграли мало кто я в том числе мог предположить что советскому союзу осталось жить всего несколько месяцев тем не менее это так случилось я не знаю что может произойти в россии какая 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 еще искорка где-нибудь проскочит что-нибудь загорится и вдруг полыхнет и вдруг полыхнет кто вот вы знаете одиннадцатый год я вспоминаю 2011 год когда вдруг неожиданно никто этого не предвидел никто этого не предсказывал неожиданно вдруг начались масштабные уличные протесты против нарушений на выборах в государственную думу это правда ничем не кончилось к сожалению и причиной тому были на мой взгляд и многие ошибки допущены тогдашними лидерами вот этого оппозиционного движения но это отдельная история может быть даже сейчас и неловко устраивать разбор этих ошибок тем более что многие из лидеров тех протестных выступлений сейчас находятся в местах не столь отдаленных как алексей навальный например и разбор полетов повторяю будем потом устраивать но я прекрасно понимаю что терпение российского обывателя но не безграничное вот он может терпеть 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 а потом бабах и это терпение лопается такой сценарий я бы никогда не исключал этот сценарий на самом деле на мой взгляд вполне иррациональный вот очень часто это знаете как как бывает и в обычной человеческой жизни представим себе семью где копится какое-то домашнее неблагополучие где зреют какие-то конфликты какие-то скандалы и очень часто вот бывает что маленькая маленькая какая-то неприятность в этой семье случившиеся ведет к тому что кто-то хлопает дверью кто-то бьет кулаком по столу кто-то начинает бить посуду на кухне и потом семья это разваливается на маленькие на маленькие кусочки вот точно так же и в политике бывает большой политики когда копится 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 проблемы копится противоречия и потом вот достаточно вот маленькой такой искрки маленькое какого-то казалось бы незначительного события который может запустить очень серьезные процессы ну что ж будем следить за развитием событий евгений алексеевич благодарю вас что нашли время и возможность присоединиться к нашему стриму берегите себя и всегда вас рады видеть на канале сейчас спасибо вам за возможность с вами побеседовать со зрителями вашего канала у меня тоже есть канал который так и называется евгений киселев пожалуйста подписывайтесь и на него обязательно все наши зрители могут это прочитать в наших собственно говоря в описании под этим видео не забывайте подписываться на канал евгения киселева канал сейчас также оставляйте свои комментарии свои пожелания и свои вопросы если имейте под этим видео